МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда ты начал работать над проектом «Новая религия», как рождалась идея сделать церковь в форме пакета? Идея того, что храм превращается сейчас в некую временную оболочку, превратилась в идею такого храма, похожего на какой-то пакет, на упаковку, то, что это временное, то, что ты принес что-то из магазина и оставил это, не знаю, выбросил это в контейнер, и не придаешь этому значения. То есть для тебя важнее, скорее, какое-то наполнение. Ты знаешь, что когда мне первый раз отправил макет еще в картоне, меня это сразу же поразило, я сразу влюбилась. Единственный момент, когда мы уже начали строить, я поняла, что это не закрытая плоскость, и это только решетка. Я начала паниковать и думаю, нет, что-то решетка, почему решетка? Я хотела, чтобы это было глухо, чтобы человек туда заходил и оказывался в каком-то таком боксе. Но когда ты объяснил, что это пакет, переполненный покупками, что он настолько переполнен и даже немножечко рван, но рван в изысканном смысле, он у нас такой красивый, мне показалось это прекрасно. Меня зовут Павел Черкашин. Я основатель культурного центра 906, в котором мы находимся и в котором дали место для проекта «Новая религия». Как вы знаете, это здание бывшей церкви, которое уже 30 лет не использовалось. И это в целом тенденция в больших городах, таких как Сан-Франциско. Люди перестают верить традиционным религиям, перестают ходить в церковь, освобождаются здания, но при этом потребность в общении у людей остается. Остается потребность в культурном развитии. И мы хотим использовать это пространство для того, чтобы создать такую среду для общения и личностного роста людей, как церковь в свое время, столетиями предоставляла эту функцию для человечества. Во-первых, это просто возможность привлечь к себе внимание общественности города. И вопрос религии очень актуальный и интересный для большого количества людей, которые здесь живут. И с другой стороны, это социальный эксперимент для того, чтобы понять, насколько бренды и современные корпорации выступают для людей такими же идолами, как боги прошлого. И витражи всегда меня поражали своей красотой. И не просто красотой, ты заходишь и действительно чувствуешь какую-то магию, когда свет проникает сквозь стеклянные стеклышки, и ты видишь еще сюжеты, а там еще пахнет благовониями, или какой-нибудь орган играет. То есть потрясающее впечатление. И мне кажется, это запечатлелось у меня с детства. И все мое творчество, все мои картины, на самом деле, несмотря на то, что я пишу маслом на холосте, они напоминают витраж благодаря своим плавным переходящим линиям, ярким цветам, отсутствием градиента, ну, просто звенящий цвет. И когда я размышляла от новых медиа, чтобы перейти от масла к чему-либо, я пришла к выводу, что витраж это максимально актуально в данный момент. Потому что сейчас к чему пришел витраж? Витраж бывает, конечно, церковный, и он бывает в интерьере, когда делают дверь в кухню, или еще куда-то красивые, ирисы, или еще что-то. А витража в искусстве в данный момент нет. И мне казалось, привнести его в современное искусство, это очень актуально. Тем более, если я его могу снабдить своим фирменным завитком, сделая его таким, как будто это технически выполнено машиной, но по факту это все сделано рукой, мне казалось, что можно создать совершенно потрясающий эффект. А идея поработать с брендами, она была давно, потому что художник, на мой взгляд, отражает то, что с ним происходит в реальности. И так как мы не живем сейчас в войне, не проживаем никакую глубонную чуму, или, знаешь, разрыв империи, развал империи, или еще что-то, мы живем сейчас в мире потребления, я живу в Пала-Алте, ты живешь в Вологде, и вообще в России везде. И то, что мы создали, новая религия, на мой взгляд, это очень точная рефлексия на тему того, что происходит. Борьба девчонок за Лоботена на Black Friday, мы это видим в YouTube. Интернет-покупки – это, на мой взгляд, способ бороться с плохим настроением, с апатией, с депрессией. Я сама прибегаю к этому, когда мне становится грустно, или когда я считаю, какая-то происходит несправедливость, мне срочно нужно посмотреть, что-нибудь себе прикупить, и становится легче. Витражи – это ни в коем случае не осуждение, это рефлексия на тему того, что происходит вокруг, и на тему того, что происходит во мне. «Музыка» The artist community in San Francisco is really struggling. You know, this is a city that was actually built on artists and creativity, and right now, like, they're being displaced. You know, this is a city where we've had so many great artists Продолжение следует... Продолжение следует... И работают в коллективе, они вот говорят, мы хотим друг друга видеть вместе, быть вместе, мы хотим быть вместе, но мы не хотим друг друга видеть. Мы хотим вот все время находиться в каком-то... залезть в какое-то дупло. Ну вот просто найти себе какую-то дополнительную скорлупу. И мне кажется, фактически интернет, который нас вот как бы эту скорлупу отбирает, с одной стороны, да, и типа нас все время заставляет бежать. Вот сейчас вот эта архитектура, она в каком-то смысле возвращает это нам какое-то новое такое дупло, новую такую оболочку. Вот сейчас в виртуальном пространстве какие бы, может быть, синонимы ты видишь в качестве, не знаю, такой молитвы, отпущения греха? Какие церемонии, может быть? Ну, мы говорим и про интернет, и про все, про историю. Ну, ты знаешь, мне кажется, публичное покаяние. А что это? Ну, вот публичное покаяние через Facebook или через Instagram, когда человек говорит, что я сегодня неправильно себя повел, и я, придя домой, осознал, я чувствовала себя гадко. Он высказался, и батюшкой является социум, и он отпускает грехи, и говорит, в то, что ты осознал уже это, ты уже молодец, ты прошел этот путь. А кто-то говорит, молодец, иди там, не помолись, конечно. Ну, да, исповедание получается социально-сетевая. Сознайла, не только один раз, два раза в неделю, ты еще один путь. Но помните, что вы должны быть всегда. Потому что это не просто путь, не просто путься на путь, а higher, divine алгоритм, но это также путься на путь. Это тоже путься на путь. Эпуться, что будет всё, чтобы все вместе социально-сетевая. So now, please, everybody, join me in prayer. Please get out your phones, everyone. Don't be shy. This is what we are all doing here together. We are all loved. We are but children in the eyes of Zuckerberg. So please, take out your phones, set up your front-facing camera, and we will all take a selfie. Please, join me together. And begin the sacraments. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.